В 1980 году по инициативе Искитимского общества охраны памятников истории и архитектуры в лице Лентины Георгиевны Кондратовой, участницы войны, также по инициативе городского комитета партии, исполкома народных депутатов, было принято решение о постройке аллеи Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Бюсты героев было решено разместить в парке культуры и отдыха имени Каратеева на центральной аллее. Известный в Искитиме скульптор Иван Козловский полтора года трудился над изготовлением 11 бюстов – трёх полных кавалеров Орденов Славы и восьми Героев Советского Союза. И, наконец, в 1981 году, в канун Дня Победы, состоялось открытие аллеи Героев. В торжественном мероприятии приняли участие полные кавалеры Орденов Славы – Антон Страхов и Александр Дедегуров. Но изначально место расположения этих бюстов было выбрано неудачно, потому как вокруг них было мало места, и осадки, которые шли, будь то дождь, снег, вся эта вода, они стекали на памятники. Таким образом, быстро разрушали их. Уже спустя четыре года потребовалась реконструкция. Бюсты перенесли на аллею фонтанов. Но здесь спустя время начались акты вандализма. Бюсты постоянно разрушали, сбрасывали с постаментов. Некоторые из них приходилось восстанавливать полностью. А в середине 90-х годов аллея Славы Героев Советского Союза прекратила своё существование. Все уцелевшие скульптуры убрали в складские помещения. Второе рождение аллеи Героев в Искитиме произошло 11 лет назад, также накануне Дня Победы. Долгое время в Искитиме никто не решался пойти на этот шаг. Но прошло время, и, наверное, действительно пришла пора восстановить эту аллею. Это не просто памятное место нашим героям, нашим семьякам. Это наша история. Это история нашего края. Бюсты были установлены у городского историко-художественного музея. Тогда из всех героев и кавалеров живых не осталось никого. Однако на открытии присутствовали их родственники. Город дедушка, что открыли ему здесь памятник, что нас пригласили, не забыли. Ну, вообще сделано красиво очень всё. С тех пор аллея Героев находится у городского музея. Актов вандализма больше не происходило. Ежегодно в День Победы молодёжные центры и воспитанники военно-патриотических клубов проводят здесь митинги, возлагают цветы и несут вахту памяти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok